Итак, первая группа из трех выстрелов на дистанции 100 метров. Это не два выстрела, это три. Вот у нас одно попадание, два спаренных. Чуть ниже. Слишком рано. Сейчас слишком. Рано? Сейчас слишком. Рано! Ого! Только сейчас закончилось. Третий, Леша. Стреляю. Тебе, не закончилось что-то? Ты дострелял? Да, да, да. Точно? Объезжай, оружие, космос. С тобой пуля... Две рядом, прям одна. Нет, третья пуля. И одна чуть выше. Всем привет, вы на канале Дэр Хантер. Друзья мои, сегодня у нас обзор на вот такой замечательный прицел компании Discovery. Мы давно обещали вам снять на него обзор. Выполняем свое обещание. Итак, сегодня мы поговорим о прицеле Discovery ED PRS GEN2 525 на 56 в первой фокальной плоскости. Что такое в аббревиатуре наименование этого прицела означает ED? ED это Extra Low Dispersion. Это означает, что супер просветленные стекла. Стекла, надо сказать, установленные японские от компании Hoya. Что такое PRS, аббревиатура в наименовании этого прицела. Понимаем, да? Есть такая спортивная дисциплина высокоточная. PRS Precision Rifle Series. То есть прицел предназначен для стрельбы на дальние дистанции, для высокоточной стрельбы. Как я уже сказал, прицел в первой фокальной плоскости. А что нам это дает? А то, что с изменением кратности прицела у нас соразмерно меняется и прицельная сетка. То есть прицельная сетка, разметка прицельной сетки актуальна на всех дистанциях на любой кратности. Что дает нам дополнительное удобство при стрельбе выносом по сетке. Ну а теперь давайте переведем камеру в режим говорящей руки. И собственно обсудим уже ТТХ данного прицела. А они у него, я хочу сказать, очень-очень интересные. Так, ну что по основным ТТХ данного прицела? Как я уже говорил, кратность прицела от 5 до 25. Прицел мощный. Прицел такой себе, знаете, габаритный. Длина его 415 мм. Весит он 1,255 кг. Прицел нелегкий, но нелегкий он не зря. В нем чувствуется такая своеобразная, знаете ли, монументальность и надежность. Диаметр объектива 56 мм. Что дает нам высокую светосилу. Естественно в сочетании с двусторонним многослойным покрытием линз. Как я уже сказал, это отражено в его названии. ED Extra Low Dispersion. То есть стекла просветленные. Японские стекла, как я уже говорил, до бренда Hoya. Это очень важно. На этом можно акцентировать внимание. Так, диаметр трубы у нас 34. Что нам это дает? Это дает нам увеличенное количество поправок по вертикали и по горизонтали. То есть по вертикали мы можем внести поправки на 3,6 метра. 36 мрат по горизонту на 1 метр 70 сантиметров. 17 мрат. Это очень важно. Я уже сказал, что прицел в первой фокальной плоскости. Ну, собственно, а прицел такого уровня и такого класса и должен быть. И для таких целей, конечно же, в первой фокальной плоскости. Как я уже говорил, прицел подойдет отлично и для спортивной стрельбы, и для охоты, где требуется дальний точный выстрел. Так, по стеклам еще раз, да. Огромная светопропускная способность. Честное слово, мы стреляли, нам понравилось. До глубоких сумерек просто шикарная картинка. Никаких искажений, никаких затемнений. Отличные оптические характеристики. Высокая яркость, предельная четкость. Можно так даже сказать. Вот прям, ну, картинка насыщенная. То есть, жаловаться грех. На дистанции 300 метров мы видели пробоины от пуль 6.5 калибра. Отлично до темноты. На сером фоне видели до сумерек. В сумерках на белой бумаге. Отлично, шикарно. Видно попадание от пуль. Нареканий здесь никаких нет. Прицел оснащен зеростопом. То есть, мы обеспечивают нам это простоту в настройке. И быстрый возврат к нулю. Не промахнешься здесь. Так. Также в прицеле установлены очень интересные системы АСР. Антишок релиз. Что это такое? Это противоударный механизм, который позволяет прицелу держать высокие ударные нагрузки. То есть, выдерживает отдачу крупных калибров. Прицел рассчитан до 338 лапового магнум и 50 BMG включительно. По барабанам. Механизм нам понравился. Клики четкие, ровные, понятные, осязаемые, тактильные. Как еще сказать вам, чтобы вы поняли весь мой восторг работы этими барабанами. Барабаны крупные, удобные. Погрешность. Есть, конечно, небольшая погрешность введения поправок. Но она в пределах допустимой нормы. То есть, один клик на прицеле у нас, учитывая, что поправки мы вводим в миллирадианах, цена клика один клик 0,1 миллирадиана. То есть, 1 сантиметр на 100 метров. Количество кликов на барабанах соответствует полностью, соответствует количеству, расстоянию, на которое смещается у нас СТП на мишени. Прицел оснащен регулировкой параллакса от 23 метров до бесконечности. У нас есть подсветка яркости, шикарная подсветка яркости. Удобное крупное кольцо изменения яркости. Через один я его называю. То есть, включается, выключается. И, соответственно, с каждым оборотом меняется уровень яркости прицела. Хотелось бы, вот знаете, что мне еще отметить? Поле зрения прицела. На максимальной кратности поле зрения прицела составляет полтора метра. На минимальной кратности семь с половиной метров. У прицела хорошая, понятная сетка-елочка. Сетка резкая. Подсветка хорошая, как я уже сказал. На прицел производитель дает пожизненную гарантию. Что это означает? Это не значит, что гарантия на срок жизни покупателя. Конечно же, нет. Пожизненная гарантия означает на жизненный цикл этого прицела. Жизненный цикл прицелов подобных составляет 12-15 лет. У каждого производителя он определен своими рамками. Так вот, на протяжении всего этого жизненного цикла производитель гарантирует в случае выхода из строя прицела его, естественно, ремонт за счет производителя. В случае невозможности устранения поломки производитель гарантирует нам, что прицел будет заменен на новый. Так, надо будет, каким патромом поеду на охоту. Так, надо будет шоколадом поедем сейчас. Это хорошо. Да, я вижу. Аля. Да, говорит. Все, завтра я не могу просто. Я восьмом, в одиннадцать схожу. В одиннадцать схожу, а на луку, а на луку я. В одиннадцать схожу, а на луку, а на луку я. У him. Ну нет. У него и поставили. Ну и как говорил великий Карлсон Продолжаем разговор Этот новый прицел из коробки Мы установили на абсолютно новую винтовку Бенелли Уайлд В калибре 6.5 Кридмур Абсолютно не стрелянную У нас получился новый комплекс Новая винтовка, новый прицел И мы подобрали новый патрон Патрон, естественно, самосадный Рецепт, кому интересно Спрашивайте в комментариях Ответим, напишем И получили мы, выехав на стрельбы Вот такой вот результат На мой взгляд, очень неплохой Возможно, сейчас профессиональные спортсмены улыбнутся Но для нас, для охотников Этот очень шикарный результат Выдал наш комплекс Винтовка и прицел Discovery Итак, первая группа из трех выстрелов На дистанции 100 метров Это не два выстрела Это три Вот у нас одно попадание Два спаренных Все, зацепились за мишень Что делаем дальше? Дальше стрелял у нас Николай Николай, винтовка Николая Прицел устанавливал Николай Николай у нас занимался стрелковым спортом Поэтому мы доверили вот в этом отношении Все поручили в его надежные руки Потому что такой тест прицела Предназначенного для стрельбы на дальней дистанции Все-таки должен делать человек с опытом Так вот, что мы получили Вот такая вот группа После чего, рассчитав баллистику боеприпаса Отработав барабанами Николай сделал первый выстрел В гонг диаметром 30 сантиметров На дистанцию 500 метров Был страшный ветер Порывами 8, 10, 12 метров в секунду Ураганный такой дерганный ветер Поэтому неудивительно, что первым выстрелом После введения поправок в гонг На дистанцию 500 метров Коля не попал Но вторым, уже с учетом ветра Мы посмотрели, куда летит пуля Со второго выстрела Бабах, точно в гонг Все, вопросов нет Ну, дальше мы эту же мишень Переместили на дистанцию 300 метров И вот, собственно, две наши еще группы Вот группа Из трех выстрелов Для 300 метров, я считаю, это хорошая группа Ну, и вот вторая группа уже, да С учетом всех корректировок и поправок Вот группа из трех выстрелов На дистанции 300 метров Николай здесь вот показал Возможности винтовки И возможности прицела Discovery Ну, вот эти попадания Не считаем это попадание не наше Как всегда на стрельбище, да Находится человек, который забыл дома мишень И просит куда-нибудь дать ему стрельнуть Вот наши группы я показал Что, друзья мои, я хочу сказать На мой взгляд, это очень-очень достойный результат Теперь давайте по плюсам этого прицела Какие для себя мы плюсы обнаружили Как я уже сказал В первую очередь стекла Картинка реально не уступает мировым брендам Ни на миллиметр, ни на сантиметр Картинка четкая, яркая, насыщенная Без искажений Вот к стеклам вопросов стопроцентно никаких Сетка Понравилась сетка Четкая сетка Ясная, понятная С хорошей подсветкой Тоже, на мой взгляд, сетка Достоинство этого прицела Вы знаете, честно скажу Мне очень лично, мне, ну и Николаю тоже, конечно же Очень понравилась комплектация этого прицела Прицел уже идет со своими родными кольцами С высокими кольцами Что бы хотелось сказать Да, эти кольца для установки на винтовку С открытыми прицельными приспособлениями На Benelli Wild открытых прицельных приспособлений не было И прицел стоял явно, конечно же, высоковато То есть, ну, у нас не оказалось под рукой Колец, да, на 34-ю трубу Мы поставили на эти Поэтому так стреляли В идеале прицел, конечно, будем опускать ниже Будем заказывать отдельные кольца Кольца есть хорошо Кольца нам не подошли Но это только нам не подошли Как я уже сказал У кого-то открытые прицельные приспособления на винтовках есть Эти кольца будут в самый раз Что еще по комплектации? Да, две вот такие вот крышечки На объективы Ну, очень приятно, когда они есть в комплекте Когда их не приходится докупать отдельно Естественно, бленда Кольца вот такой вот замечательной, симпатичной коробочки С винтиками дополнительными На кольцах указано усилие затяжки необходимое Чтобы тот, кто устанавливал, случайно не ошибся И не рылся там в каких-то там справочниках Естественно, салфетка Что мне отдельно понравилось Это наличие уровней для установки прицела Вот такие вот примитивные уровни Уголочки Я надеюсь, многие знают, какими пользоваться Если не знают, напишите Мы вам снимем ролик отдельный Кому интересно, как устанавливать прицел С помощью вот таких вот клиновидных уровней На мой взгляд, это тоже очень важно Когда уровень уже у нас идет в комплекте Так, понятно, у нас штурвал на барабанчик есть Это тоже только плюс Ну и, в общем-то, еще из одних достоинств Этой богатой комплектации Средство для ухода за стеклами Вот такая вот кисточка Интересная Ну и с этой стороны тоже вот еще и такая кисточка Да, вот таким вот образом Хоп-хоп Все это у нас делается На мой взгляд, вещь шикарная Отдельно докупать не надо Все есть в комплекте Вот такая вот комплектация Комплектация нам очень-очень понравилась Еще Особо следует отразить четкую Четкую, точную работу барабанов Как я уже сказал, погрешность есть Но она есть, в принципе, у любых прицелов Здесь она в пределах нормы До одного процента Ну Знаете, для Наших целей и задач Это шикарный прицел Отдельное достоинство Это стоимость этого прицела Вот на мой взгляд Абсолютно Абсолютно объективный взгляд Я хочу сказать, что Реальная цена этого прицела Выше, чем он продается Ну, как минимум, раза в два Я вот сейчас не хочу, чтобы меня услышал Продавец И производитель, да Наверное Но реально прицел Стоит не своих денег Он стоит намного дороже Этот прицел подойдет, как я уже говорил Для охоты, где требуется дальний Точный выстрел Например, варминтинг Охота на сурка в степи Например, выстрел в поле По лисе Ну, конечно, почему нет Шакал, волк, да, в поле Отличный прицел Для этого подойдет Для горной охоты Ну, наверное, для горной охоты Он немного тяжеловат Но если ваши кондиции позволяют То и для горной охоты Почему же нет Для спорта Ну, наверное, этот прицел Позволит войти в спорт Высокоточной стрельбы Да, то есть Приобщиться к этому делу Как для начального уровня Я считаю Этот прицел Ну, просто вот Просто за глаза Просто действительно Реально хороший прицел В спорт вы заходите С этим прицелом Безоговорочно Ну, я знаю Вот, например Что у всех спортсменов Да и у многих охотников Кто занимается варминтингом Такие прицелы Такого класса Как правило У охотника и у стрелка Не один А несколько прицелов Ну, и для запаса Ну, и если когда-то вас увлечет Высокоточная стрельба И вы поймете Что вам нужен Супер-супер Брендовый прицел Этот прицел у вас Может служить В качестве Надежного Запасного прицела Именно подчеркиваю Надежного Вы знаете Я вот на чем хотел бы Акцентировать свое внимание Я не могу сейчас говорить За всю продукцию Компании Discovery Вот За все серии их прицелов Я могу говорить только за Ту вещь Которую держал в руках Из которой мы стреляли Я был очевидцем Я ввел корректировку огня Все это происходило Мы все это проводили Тест отстрела Вместе с Николаем Мы вам в один голос Заявляем Что прицел Действительно Рабочий В завершение этого ролика Ну, наверное Стоит поблагодарить Компанию Discovery За то, что они делают Такие действительно Классные вещи Классные вещи По Очень гуманной цене В наше время Это очень важно Цена Действительно Сейчас Для нас играет Огромное значение Особенно Как мы видим В условиях Всевозможных Санкций Ограничений И давления Со стороны В этом деле Мы К сожалению Стали все чаще Оглядываться на цену Вот, друзья Наверное Все, что хотелось Вам сказать В этом ролике Спасибо, что вы были с нами Спасибо, что вы смотрите Наш канал Кто не подписан на канал Не забываем подписываться Все контакты Компании Discovery Я укажу В верхнем Закрепленном Комментарии Потому что Я не смогу Может быть Так профессионально Грамотно И действительно Аргументированно Ответить на некоторые Возникающие вопросы По остальным Каким-то прицелам По другим линейкам Как я уже сказал Да, но за этот прицел Мы Можем сказать Сто процентно Только Наши рекомендации Сомнений Быть не может Все, друзья мои На этом Будем заканчивать Сегодня открытие охоты У нас Сегодня мы Выдвигаемся В охоту угодья Естественно Ролик мы Выложим чуть позже Прошу нас простить Охота Пуще неволе Увидимся в угодьях Увидимся на стрельбище Увидимся на охоте Всем пока Рад был вас всех видеть Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok